Хорошая скорость, разумные тарифы и добросовестный оператор – все это позволяет использовать глобальную сеть интернет без ущерба для собственных нервов и кошелька. Но даже в 21 веке находятся люди, которые испытывают трудности с качеством оказываемых услуг. 70% всех многоквартирных домов обслуживаются двумя-тремя операторами, 20% из них – одним. Нередко многие из нас становятся заложниками системы допусков операторов в МКД. Чтобы разрешить ситуацию, в Государственную Думу внесли законопроект об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел совещание по новому законопроекту. В обсуждении приняли участие представители органов, управляющих многоквартирными домами и операторы связи. Целью встречи стала необходимость прояснить вопросы, касающиеся содержания законопроекта. Во время обсуждения звучали не только вопросы, но и инициативы. Во-первых, я считаю очень важным, когда проходит такого рода расширенное обсуждение инициатив, на которые собираются разные стороны, и именно в таких спорах, собственно, и рождается истина. Из сегодняшнего нашего достаточно бурного обсуждения несколько прозвучало вещей, которые, уверен, найдут свое отражение при доработке этого законопроекта к второму чтению. Сегодня в России только около одной трети жилых домов, где жильцы действительно могут выбирать интернет-провайдера, который в наибольшей степени отвечает их требованиям. После доработки законопроекта проблема с невозможностью выбора может разрешиться. Александра Гусева, Игорь Казановский, События.